Особое мнение на 101FM Социальные сети полнятся фотографиями грязного и наводненного города Очень много мусора, очень много проблем В общем, у нас каждую весну такая картина возникает И в том числе проблемы у нас большие с подходами к детским садам и школам Вот сам ввожу ребенка в детский садик Ну, очень сложно, конечно, пробраться Зачастую тут еще и всякие площадки прилегают, где собаководы выгуливают своих питомцев И, соответственно, все это добавляет, понятно чего, да? Да, продукты жизнедеятельности У нас в городе, если я не ошибаюсь, есть какая-то программа там ежегодно А, депутатские наказы, да? Выделяются деньги в рамках депутатских наказов на ремонт подъездных подходных путей к детским учреждениям Но очевидно же, что мы далеки еще от идеального состояния Да, ваше видение этой проблемы Общаетесь с городскими депутатами Ну да, действительно, если мы говорим про наказы избирателей То действительно у городских депутатов, конкретно в городе Кирове, есть возможность выделить средства Куда мы только эти средства не выделяли То есть то мы окна ремонтируем, то подъездные пути делаем То есть, соответственно, конечно, сумма ограничена И поэтому, если там депутата, например, есть необходимость потратить куда-то в другое место То уже к подъездным путям он не добирается У нас есть, в принципе, направление в департаменте образования Когда они делают подъездные пути к детским садам и школам Но это бывает примерно буквально до 10, может быть, учреждений Поэтому этого просто не хватает Это отдельная строка в бюджете в городском Ну да, то есть обычно каждый год прям говорят о том, что мы сделаем подъездные пути К тому и какому-то учебному заведению в этом году Но просто физически действительно у нас в разы больше различных образовательных организаций И просто мы не успеваем сделать все Мы, как партия ЛДПР, пытались это дело сделать за счет Дорожного фонда Мы даже вносили поправки в бюджетный кодекс Чтобы как раз Дорожный фонд можно было тратить в том числе на ремонты Не совсем подъездных, а именно территорий детских садов Потому что капремонты у нас отдельно обозначены для школ А именно как раз прилегающая территория, дорожки и так далее Но мы даже наш уровень не смогли пройти То есть наши депутаты нас не поддержали, чтобы мы вот эту поправку внесли уже в федеральную Коллеги по СЗС, да, нас не поддержали И мы эту поправку не смогли уже предоставить на Госдуму Чтобы они уже смогли рассмотреть и действительно как бы внести поправки изменения Объяснение было такое, что что тут только Дорожный фонд Нужно как бы комплексно смотреть другую программу То есть программа капремонтов существует Давайте смотреть тоже какую-то программу, которая будет позволять нам делать не только асфальт Но и детские площадки Я с этим тоже соглашусь Но вот в данной ситуации, когда мы нашли вариант хотя бы асфальт отремонтировать То есть мы пока этого тоже не добились и не смогли сделать То есть, видимо, тут какие-то серьезные процессы на государственном уровне Нужно провернуть, осуществить, чтобы эти поправки, возможно, заработали То есть на местном уровне мы не можем этого сделать? На местном уровне мы вот конкретно средства бюджетного дорожного фонда Которые предполагали мы тратить на том, что в том числе на ремонт детских образовательных учреждений Нужно менять в бюджетном кодексе поправку, потому что там это не предусмотрено на учебное заведение Нам предложили разрабатывать вообще комплексную программу, которая бы смогла ремонтировать в принципе территорию детских садов школ Комплексно, в том числе с верандами, малыми архитектурными формами и так далее Но пока это только стало Ведь эта проблема тоже остро стоит, да, и состояние самих детских площадок на территории детских садов Я как родитель знаю прекрасно, мы зачастую родительскими силами что-то там делаем, устанавливаем, ремонтируем и так далее Но приходится периодически к этому возвращаться Но тут в первую очередь, видимо, ревизия нужна, оценка вообще состояния, да, что нужно делать для понимания Тут вопрос, конечно, нужно понять вообще, чтобы это было, наверное, идентично у всех Но плюс-минус у всех по-разному еще коммуникации куча идет под землей Потому что здесь там прорвало что-то, начали копать, яму не закопали и так далее То есть, ну, такая как бы ситуация у нас, она всегда глобальная Да, наверное, ревизию какую-то определенно произвести надо И, наверное, опять же, на федеральном уровне должна быть программа, как по капитальному ремонту Вот школ мы там движемся, по капитальному ремонту детских садов у нас пока нет Как раз капитальные ремонты, может быть, это вообще в комплексе должно быть В том числе, если мы детский сад ремонтируем со школой То мы площадку тоже делаем как бы одномоментно приводим в порядок Тоже захватываем территорию Захватываем территорию, потому что, конечно, дети в любом случае должны гулять Они гуляют, и действительно, вы правы В основном родители колотят домики, машинки, песочницы делают Ну, где-то садик там самостоятельно справляется Но то, что, допустим, в новых детских садах, когда они открываются, да Как бы как выглядит площадка, то старым-то детским садам, наверное, без капремонта к этому никогда не прийти Давайте сейчас перейдем к теме особенностей зачисления в первые классы В детские сады в нынешнем году есть какие-то серьезные новшества? Ну, вот уже на госуслугах, да, по-моему, сейчас идет написание заявлений в первый класс Якобы это только еще черновик Потом все это обнулиться, потом что-то еще нужно делать Для чего, в чем смысл, суть этих поправок и как это оценивает родительское сообщество? Ну, новшества, конечно, никакого нет В том году мы уже шли по этим правилам То есть давайте разделим Значит, у нас сейчас, вот буквально с сегодняшнего дня начались обзвоны по поступлению в детские сады По выдаче путев, то есть как раз мамы детей 19-20-х годов ждут звонков Чтобы как раз либо перевезти детей, либо как раз уже в новый поток пойти Плюс-минус с детскими садами у нас ситуация как бы нормализовалась Как бы в том числе и благодаря строительству новых детских садов Ну и самое глобальное, это спад рождаемости Там на несколько даже тысяч, наверное, детей у нас стало меньше Очередей вы имеете в виду? Очередь, да, не стало, как у нас 15-16 год, когда шел в садик Когда у нас там 3000 нехватка мест было Просто детей трех лет, они не могли попасть То теперь, в принципе, трехлетки в садике Сейчас уже идет борьба двух леток То есть попадем ли мы, не попадем То есть сейчас я вижу уже обращение мамы Вот нам год с небольшим, а мы тоже хотим Ну понятно, что когда там ситуация изменилась То как бы хочется там и на работу где-то выйти И как бы ребенка в садик пристроить Конечно, у нас все равно будет ситуация сложна Ну как бы в районах, где, в микрорайонах, где детских садов не хватает Чистые пруды, зональные, Урванцево То есть, в принципе, дети оттуда поедут дальше там На дружбу в центр И тем самым дети центра поедут дальше Есть случаи, когда в Коминтерн даже приглашают Ну, Коминтерн-то тоже, в принципе, как бы сам страдает от нехватки Мой старший ребенок 13-го года рождения Я помню, в Коминтерн нам предлагали Хотя мы живем в самом центре Я в Макаре ребенка возила Несмотря на то, что в мой год уже преимущественное право работало И несмотря на то, что мой старший ребенок ходил в садик Ну, относительно недалеко от дома Но вот как бы не сработало Вот в моем случае преимущественно право Возила я в Макаре, знаю я, что такое Но вот ситуация так сложилась Конечно, нам в любом случае, как бы без строительства В детских садов, в микрорайонах, новых микрорайонах Не обойтись, не справиться То есть, если в Курочкиных у нас детского сада нет То в любом случае ребенка придется возить В чистые пруды или дальше в чистых прудах Просто не хватает, потому что детей очень много Поэтому, в принципе, сейчас родители ждут звонка Посмотрим, как бы, чуть попозже, как бы, кому хватит, кому не хватит Но в том году, там, если смотреть по статистике То, там, дети и полутора лет в садик попадали Но, опять же, где Новец, там, за переездом, например Или, там, Сидоровка, Ленгасовы готовы будут возить Ну, как бы, это одна история Не готовы будут возить Ну, значит, дома будут сидеть еще Но это вот уже дети, как бы, младше двух лет Но, опять же, двухлетки без льгот, скорее всего, тоже Попадут рядом с домом только там, где с садами нормально Юго-запад, там, Филейка и так далее А там, где критично, то придется еще, как бы, год ждать А что вообще с ясельными группами? У нас их больше становится? У нас их больше становится За счет того, что, конечно, у нас раньше вообще ясельных групп В принципе, достаточно У нас же и в центре в том году были ясельные группы Но ясельные группы попадают в основном в льготные категории То есть, соответственно, если эти льготы не имеешь То ты уже, соответственно, все равно, как бы, с ребенком сидишь дома Какой-то льготы и так далее у нас вот прям нет То есть у нас есть льготы для вторых детей от полутора до трех То есть такая искусственная тоже история Да, ну, то есть второй ребенок есть в семье И он не посещал садик с полутора до двух То есть ему компенсируют пять тысяч рублей Почему это там мы не делаем на первых детей, на третьих детей Ну, как бы, ситуация такая, то есть неоднозначная Это была история предвыборная еще прошлого губернатора А пока она у нас не отменена Детям с трех до четырех платят небольшую компенсацию В размере двух тысяч рублей Вот как раз мы, которые добивались, так она пока и есть Но я думаю, что количество детей как бы сильно снизилось Потому что, в принципе, трехлетки плюс-минус в садик уже попадают Что касается школ, да, что касается школ, там какие изменения? Изменений как таковых тоже глобальных нет То есть 31 марта в этом году мы подаем заявление в первый класс Дети города в 9 утра, дети области с 11 утра Самое главное успеть подать Потому что уже тот год показал, что там, где тяжело с местами в школы Мы уже попадаем в школы по времени подачи К сожалению, мы к этому вот прям стремительными шагами идем И в этом году, наверное, будет очень критично Особенно, опять же, чистые пруды, коминтерн Потому что, опять же, новая школа до сих пор не построена Хотя и обещали запустить ее 1 сентября 23-го То есть там, конечно, родителям придется понервничать Успеет, не успеет И опять же, мы в первые классы пропускаем вперед льготников Преимущественное право И, соответственно, если родители обладают льготой На закрепленной территории, ну, прописан по территории Либо брат и сестра старше уже учатся То есть, как бы, у них меньше паники, они попадут А те дети, которые идут первыми в школу И, допустим, даже с пропиской То не факт, что вот конкретно вот в тяжелых микрорайонах Они будут зачислены в первый класс И придется куда-то там добираться в школу уже сильно дальше Ну, вот я видел в сообществе родительские контроли В ВКонтакте, родители активно обсуждают Ну, мамы, да, в основном И действительно существует угроза, что не попадешь в школу по месту жительства, да? Ну, вот в том году в чистых прудах у нас, например Большой объем детей не попали И тогда чистые пруды, 25-я школа, открывали два дополнительных первых класса Представляете, 60 детей просто Они там, просто обзвонив, да, как бы, всех желающих по времени Они сходу набрали И еще это были не все дети, которые, ну, как бы, планировали Претендовали на 25-ю школу по месту прописки Они пошли дальше, там, в 39-ю, допустим Поэтому ситуация есть, да В 37-я школа, в Садаковском тоже микрорайон разрос Метроград, в 47-я не справляется Соответственно, садыки тоже стали страдать Несмотря на то, что всегда, как бы, дети садыков попадали к себе в школу Коминтерн, ну, прям болевая точка останется Потому что точно попадут там Ну, в том году, по-моему, из 60 мест Могу там плюс-минус ошибаться Ну, там, 55 было льготников То есть 5 детей вот просто было зачислено без льгот Все остальные, это там, порядка, там, тоже 60 человек Куда пошли? Ну, пошли в 9-ю Которая тоже в 2 раза принимает детей уже больше, чем ее проектная мощность Там задействовано все Я сама была на той неделе в 9-й школе Там, помимо того, что там Мастерские по трудам уже в классы переведены Там, коморка за актовым залом, где раньше класс хореографии был Он, да, тоже теперь учебный класс Мало того, дети... То есть это пытаются выкручиваться? Ну, конечно, школа-то пытается выкручиваться Потому что мест катастрофически нет И поэтому, ну, вот в этом микрорайоне Мы тоже смотрели как бы по-разному То есть куда еще до детей можно, например, посадить учиться Тоже физически никуда не, ну, как бы не попадают они Потому что там, как такового доп. образования Тоже там, домов культуры тоже нет Да, и поэтому... Ну, и в принципе, все, что есть, тоже как бы глобально занято И то есть как бы кружки и секции и так далее все проводится И поэтому строительство новых школ спасет эту ситуацию Но, к сожалению, к сожалению Ну, вот переходим мы, да, к этим трем новым школам Долгушино, Зубуревский лес и проспект Строителей В феврале вы написали у себя на странице Вы проинспектировали, побывали Что увидели? Поделитесь, пожалуйста Я так понимаю, на начало апреля вы снова договорились, да? Мы договорились, да, ориентировочно 4 апреля снова встретиться Почему такую дату выбрали? Потому что нам заверили, что 4 апреля будут готовы каркасы школ всех трех Но по итогам февральского посещения выводы очень даже неутешительные Очень неутешительные, да То есть однозначно у меня есть четкое понимание, что к 1 сентября дети в школу не пойдут Несмотря на то, что я не понимаю, почему администрация заверяет И везде во всех своих официальных источниках пишут о том, что Не переживайте, школа 1 сентября откроет двери Ну зачем родителям вот эту информацию давать, чтобы кто-то там поверил на самом деле И планировал, что его ребенок пойдет в новую школу, хотя этого не случится А вдруг чудо произойдет? Ну, наверное Прилетит волшебник в Голубом Вертолюши Ну да, еще при Илье Вячеславе он говорил о том, что у него нет волшебной палочки Благодаря которой он тут может Шульгина, благодаря которой мы можем тут все решить Я думаю, что она у них не появилась Посмотрим, вот апрель, вот он там уже на следующей неделе То есть как бы, ну я была в Долгушино Я недавно проезжала мимо Зубаревского леса То есть, ну как бы каркасов-то еще не появилось То есть их нет, поэтому Там есть еще и другие подводные камни То есть, допустим, там в том же Зубаревском лесу У нас там вопрос ливневки очень открыто стоит, вопрос коммуникации То есть, как бы школу строили в голом поле Поэтому там как бы ничего не преподведено А это уже вопрос как бы встречный, это вопрос администрации Это отдельные деньги, это отдельное ПСД То есть, это комплексная работа, которая как бы должна была проводиться совместно Да, мы видели совещание, проводилось и так далее Но насколько вот мы увидели, когда мы выезжали Что прям вот параллельно, да, там они там друг с другом контактируют Застройщики, коммунальщики, как бы, ну ничего у них там не происходит Это уже самый проспект строителей То есть, изначально вообще комплексного подхода не было? Ну, не было, не было Опять же, допустим, давайте посмотрим проспект строителей То есть, там как была заправка на территории, вот как бы участка, да, школы Так она и стоит, то есть, там как бы сначала думали, что все легко получится И Лукоил, по-моему, там они быстро уйдут А в итоге они сказали, нет, мы не уйдем И поэтому, а сейчас школа, даже если она будет построена Даже если она будет готова к открытию, ее просто не откроют Потому что, как бы, на территории школы стоит автозаправочная станция И хотя на этом месте вообще должен быть стадион школы Поэтому очень такая глобальная история Клубок проблем такой, да Чистые пруды у нас строят, там тоже до сих пор еще участка как такового нет Потому что там есть частные дома, которые нужно выселить По факту застройка началась, а с домами вот вопросы сейчас только решают А в зональном деньги переведены застройщику Участка тоже еще не выделена Так же точно у нас и в Шевелях такая же ситуация сейчас на данной происходит Ну вот еще Шевели добавятся, да Когда нам обещают? Это и весной там уже развернутся? Ну обещают, да, что все уже, как бы, вот в март месяц мы ждали, чтобы участок был сформирован Пока никаких новостей не было по поводу этого Что вот прям все готовы начинать строительство То есть застройщик-то может быть и готов, а просто как бы строить негде Ну обещают школу опять же в 2024 году, но опять же веры мало Тот же Озерки, если брать во внимание, девятая школа, вот как раз где я была Там тоже строительство школы в Озерках планировалось Но под зерядчиком договор был расторгнут Сейчас, как бы, вроде как, вот с замминистром я общалась на той неделе Обещают, что на этой неделе возобновят И мы узнаем, кто будет строить в Озерках все-таки снова школу Опять же, 2024 год Но мы понимаем, что сегодня уже там апрель 2023 И это очень мало времени Это очень мало времени, чтобы построить нормальную, качественную школу Которая потом будет действительно служить на благо Дети будут там действительно небезопасно обучаться Потому что потом ведь возникнут опять другие моменты Крыша потечет, что-то еще будет и так далее Как у нас там в Вересняках там случайно упадет Когда будет спортивное соревнование, да, проводится там потолок Поэтому в любом случае рисковать здоровьем детей никак нельзя И поэтому надо строить объективное, ставить объективные сроки Когда мы их достигнем И самое главное, чтобы, ну, у людей не было такого пустого ожидания Что, да, вот завтра школа будет, я туда пойду Да ее не будет завтра Ну вот вы видели, сами своими глазами, да, наблюдали Это подрядчики-то работают? Что-то делают? В тот день, когда мы были В тот день, когда мы были Подрядчики были, и люди копошились А в Долгушино, бывая каждую неделю Теоретически сейчас работы ведутся Не так активно, кстати Ну, это мои наблюдения исключительно Чтобы потом не было никаких там этих моментов Вот когда только-только начали строительство Вот только-только приехали свои, забивали Было глобальнее Было действительно людей больше Действительно бегали тут, суетились Сейчас как-то так все происходит Да, действительно люди есть Действительно, люди работают, но там 30-40 человек, которые они заявляют Даже когда мы были, говорят, пойдемте по счетам, по головам Ну, вот визуально их нет Поэтому, ну, как-то строительство идет Ведь надо понимать, что чем дольше, тем, собственно, это и влияет на изменение цен На изменение цен влияет Материалов, работы и так далее Как раз подрядчики говорят о том, что очень сложно сейчас Материалы есть там вообще? Ну, вот и говорят, что очень сложно, как раз можно было бы все заказать И когда, условно, к монтированию бассейна подходишь, у тебя уже чаша есть и так далее А сейчас получается все равно какая-то этапная история Когда ты что-то сделал, заказал, потом ты ждешь, когда это придет Как бы начнешь это монтировать Это все утягивает время И в том числе стало все, конечно же, дороже И построим материалом И опять же, как бы мы сами понимаем, что импортозамещение у нас тоже, как бы, вопрос открыт И некоторые моменты, которые там планировались, они планировались неотечественные А теперь приходится переигрывать Да, переориентироваться, каким-то образом искать выход Ну, ждем результатов вашего визита, вашей поездки в апреле, в начале апреля Обязательно информируйте, пишите Ну, и в продолжении, да, тема строительства школы На днях стало известно о том, что в городской администрации вынашиваются планы по переоборудованию Вернее, по обустройству полноценной школы по адресу Дзержинского, 23 Вы в курсе этой темы? Там межшкольные учебные комбинаты Наполнеемость не очень большая Комбинат, возможно, переведут на Азина Ну, а там вот будут школу реконструировать, обустраивать И все это к 1 сентября 2024 года должно быть готово Положительное явление Но это не первый случай Это случай не первый, Новоровского, 74, да, мы так уже делали Там тоже, ну, там была вообще прям школа-школа, и мы ее возникли Шугейн, в том числе, говорил очень активно Там, по-моему, три десятка объектов даже в свое время мэрия насчитала Которые можно было бы снова под школы Ну, вот по факту, вот Сваровского, 74, только вот 51-ю школу, как бы вторым корпусом это получилось сделать Межшкольный учебный комбинат Ситуация очень неоднозначная, очень неоднозначная Честно говоря, даже не знаю, чем в комбинате межшкольном занимаются дети Вот я тоже, как бы, до этого, как бы, ну, думала, на самом деле вообще существует ли, нет Это доп. образование какое-то? Это доп. образование, это, знаете, вот, ну, как вспомните, в школе вы не ходили, то есть у нас Я сельскую школу заканчивал Вы сельскую не было У нас все вместе было Это вот когда ты приходишь не в рамках школы, а вот в учебном комбинате Там ты в наше время, по крайней мере, мог на права тут же, как бы, отучиться Была информатика, когда компьютера в школе не было Сейчас ситуация, конечно, может быть другая Когда учили ремесленному делу, когда там мальчики табуретки колотили Девочки готовить учились Это, может быть, и в школах было, а теперь в связи с нехваткой, опять же, как я рассказала, что на многие школы все эти мастерские переоборудовали Вот там, как бы, оставалась еще возможность, как бы, детям заниматься И я слышала о том, что, как бы, дети действительно из школы туда ездят, ходят, занимаются Я посмотрела комментарии сегодня специально, ну, как бы, как родительское общество реагирует Против, против, что именно, как бы, комбинат, ну, вот, забирают здание под школу Потому что дети, и там называют, ведь число-то немало То есть 600-800 человек, которые там занимались Приходили по два раза в неделю, там, по полтора-два часа занимались Даже если этим же самым ремесленным делом, там, учились табуретки колотить А теперь-то они где-то будут учиться делать? То есть если мы закрываем, переориентируем, потому что это здание нужно под школу И действительно, ситуация критична, в том числе на филейке мест в школах не хватает Я с этим тоже согласна Но этих-то детей мы куда переведем? То есть давайте тогда, как бы, мы... Ну, на Азину вот они хотят На Азина, а представляете, с филейки на Азина, это абсолютно не ближний свет Из Ганина на Азина никто не поедет И вот в том числе даже центральная школа, 24-я я разговаривал Они ездили на Дзержинского и занимались У них там дети, примерно, 6-7 класса, допустим, вот в учебном комбинате Какая-то часть на Азина уедет, бесспорно Но вот та часть, как раз филейки, она останется открытой И мы этих детей увидим на улице То есть когда они до этого занимались в кружках, секциях И причем там, я так понимаю, есть еще доп. образование Потому что пишут, что можно было заниматься по сертификатам учета Вот это вот все, то есть как бы вот прямо как доп. подготовка То есть куда эти дети дальше пойдут? То есть, соответственно, мы никакой альтернативы не предложили И опять же, как говорил Шульгин, не знаю, почему сегодня тема у нас с вами За него часто заходит, нельзя решать проблемы одних детей за счет других детей И по факту сейчас получается такая картина Да, действительно, школ не хватает, да, действительно, мест нет Но куда мы денем тогда вот эти возможности, которые мы давали То есть этим детям, которые там занимались, куда они пойдут? В другое место Либо параллельно все соединять и как бы оставляя этот учебный комбинат Распланировать так расписание, чтобы можно было, например, в какой-то части этого учебного комбината Заниматься начальной школе, например, да, из ближайшей школы Они бы там приходили, а классы бы какие-то занимали То есть по времени разводить, по месту, да? Да, может быть, как-то там действительно какую-то часть комбината отдать, например Либо еще что-то, но надо вот просто смотреть на месте Потому что нельзя взять и выгнать детей на улицу Потому что у нас и так катастрофически не хватает мест для доп. образования И по факту сейчас эти дети занимаются бесплатно Вся нагрузка ляжет на родителей И родители будут искать по факту те же самые кружки, но платно Ну а в целом в городе, как вы считаете, нужно быстрее все-таки Вот то, о чем было объявлено в свое время Забирать эти старые здания, переводить их, переформатировать снова под школы А у нас как таковых зданий под школу-то больше нет То есть вот именно школа-школа Ну вот пролетарская сейчас, да? Тоже бывший УПК, тоже бывший УПК, вот как раз вот туда вот мы ходили с нашей школой То есть, ну по факту сколько обещали То есть школу должны были уже запустить, все еще строят Опять же, давайте вспомним садик Нагайдара Который забирали нашей школы И говорили нам не жить не быть, нам надо садик Ну да, FAPE многолетие Да, в итоге все затянулось, садик до сих пор не построен Вот, ну хотя там, конечно, вроде какие-то работы А может быть надо было пересмотреть комплексы И посмотреть, может быть, вот этот учебный комбинат перевести в это здание Оно там где-то недалеко, плюс-минус, да? То есть дети бы не потеряли учебный комбинат При этом школу бы получили вот на Дзержинского Если как бы здание позволяют, и действительно это необходимо надо было сделать Либо насколько там этот садик был прям необходим Они же сейчас там хотят сделать садик для детей УВЗ Да Очень история как бы необходима Действительно у нас очень не хватает мест Но со всего города родители должны будут туда везти детей С ограниченными возможностями здоровья В том числе колясочников Потому что на первом этаже они хотят это предусмотреть С лифтом и так далее, вот там в новостях, если видели, показывали И в то же время не предусмотрен даже пандус Потому что, ну, а лифт не должен ломаться А в случае чего, как бы, как ребенок будет попадать Поэтому тоже, знаете, как бы, наверное Наверное, надо как-то в каждом микрорайоне вот это вот учитывать И делать, и чтобы была доступность Потому что я очень сомневаюсь, что родитель, ребенка-колясочника Повезет на Гайдара Даже из центра Ну да, безусловно, не всегда свой личный транспорт есть И существуют другие проблемы И со временем нужно как-то разбираться Довольно много всего Я напоминаю, что мы беседуем с Ольгой Тарыкиной Депутатом Заксобрания Кировской области Руководителем фракции ЛДПР И председателем общественного движения Родительский контроль Пара минут у нас до рекламы Хотел спросить про питание Школьное и в детских садах Вот сейчас сделаю Сделаю это прямо сейчас Как у нас с этим обстоят, Ольга? В последнее время дела Мы обсуждали с вами неоднократно Судя по тому, что в соцсетях Вроде никаких гневных высказываний не появляется Делаю вывод, что все более-менее в порядке Ну, более или менее Все течет как-то так Понятно, что это холодное питание Основные претензии Вот тут очень как бы возник острый вопрос Что очень много свинины стало в детских садах и школах Потому что Сан-Пит сейчас стал позволять А у нас есть дети в том числе по религиозным соображениям И как бы... А замены нет То есть, соответственно, если ребенку нельзя То ему не дадут уже говядину или курицу Поэтому вопросов очень много Дети аллергики и так далее То есть, ну, нет прям критичных там Фальсификатов молока и мяса Да, как бы вот поэтому там может быть Ничего какой-то глобальной информации там в СМИ не появляется Но работы очень много И как бы делать, делать, делать Менять и в том числе Как бы нужно финансово вкладываться Потому что у нас кухонные там пищеблоки школ Все те работают модернизации В том числе штаты неукомплектованы на 100% Это вопрос опять же зарплаты Эти процедуры, они продолжаются, где-то там меняются Но до 100% результата, я так понимаю, еще далеко Далеко, очень далеко Ну, в целом откровенных жалоб таких нет Это разное Не, не, ну вот прям вот глобально, что там Каждая школа каждый день обращается Нет, где-то тараканов нашли в хлебе То есть, начал подрядчик там, как бы, говорите Вы сами виноваты Хотя вроде как... Ну, докажи вот, что таракан был в хлебе Но ситуации такие, как бы, бывают Тут вопрос к комбинату питания Если комбинат питания будет действительно работать В полную силу, в полную мощь Действительно будет стараться сделать питание качественным То, наверное, что-то у нас прям глобально поменится Пока я с их стороны этого не вижу Да, мы сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу Ольга Трыкина, гость нашего особого мнения Продлится реклама полторы минуты И мы снова продолжим нашу беседу Беседуем мы сегодня с Ольгой Трыкиной Депутатом ЗАГСобрания Кировской области Руководителем фракции ЛДПР Председателем общественного движения родительский контроль Сейчас в перерыве по ситуации с питанием детским Вспомнил Младший мой ходит в садик Регулярно спрашиваю, интересуюсь, естественно Чем сегодня вас кормили? Вкусно, невкусно? Сегодня рыбные котлеты опять были Ну, все, понятно, значит, не ел Хотя их запрещали Губернатор ведь сказал в сентябре месяце Перед началом учебного года Уберите рыбные котлеты, дети их не едят Ух ты Причем меню, вот, кстати, да, тему давайте продолжим Может быть, меню централизованное Вот это десятидневное, да, которое они разработали Они до сих пор как бы не пользуются Там ни детские сады, ни школы Вот прям что в каждой школе одно и то же там каждый день Ну, как бы в какую бы школу ни пришел Сегодня тут точно будет курица Точно будет там греча, да, и так далее Нет, как бы каждый во что гораст Кому что удобно У кого там остатки какие-то есть Либо кто там что-то заказал Как бы то и готовят Тут еще одну проблему, связанную с детскими садами Затронул уполномоченный по правам ребенка В нашем регионе Владимир Шабардин Написал он о том, что около трети бассейнов В детских дошкольных учреждениях В областном центре не работают Где-то нет медика, где-то нет плаврука То есть непосредственно преподавателя Где-то нет попросту денег на то, чтобы анализ воды провести И вот мы ведь слышим, да, когда у нас строятся новые садики Или школы Мы же как-то так с воодушевлением Это воспринимаем информацию Что там в том числе бассейн будет Беспокойство за здоровье детей и так далее А на самом деле все не так уж и хорошо Как нам рисуется На самом деле, действительно, когда есть в детском саду бассейн Это не факт, что ребенок в этот бассейн будет ходить Потому что на самом деле, все правильно говорит Владимир Валерьевич Есть очень много потаенных камней Когда бассейн просто не может работать И просто физически, когда нет человека Когда нет возможности отремонтировать какой-нибудь насос Когда нет возможности просто там сделать анализ воды К сожалению, это есть И вот, например, когда мы были в Зубревском лесу И говорили нам, тут будет два бассейна Ну, для меня это было больше саркатистически Нежели там, да, действительно, как здорово здесь будет два бассейна Вон он уже, снег тает, вода Нет, бассейн история правильная. Губернатор у нас заострял внимание о том, что учить плавать надо. И многие родители, кстати, выбирают детские сады, когда они выбирают, потому что там есть бассейн. Но очень мало мест, где действительно это отрабатывает полный сезон, полный учебный год. В большей степени дети туда не ходят. Но на ваш взгляд, вот эта инициатива губернаторская, она вообще реализуема? Уроки плавания нужно проводить в рамках занятий по физкультуре, говорил несколько месяцев назад губернатор Соколов. Умение плавать точно пригодится. Умение прыгать в высоту может и не пригодиться, а вот плавать да. Давайте так. История, наверное, нужная. Действительно, плавать нужно детей учить. Но то, что она реальная, я думаю, что нет. Потому что где брать столько бассейнов, чтобы все дети смогли приехать, отучиться, научиться, потому что практически большинство школ у нас без бассейна. Соответственно, в детском саду у нас тоже много, где нет бассейна. Соответственно, куда мы пойдем? В Быстрицу? Или где у нас там еще возможности есть вообще принять детей в бассейнах? То есть ПЕТ у нас вообще, в принципе, сейчас только как бы по договору заранее как-то работает. На Орловской. На Орловской, да. То есть Спартак на Октябрьском. Спартак, но это частная история. Частная контора полностью, да. Потом Коралл раньше был, тоже сейчас стало частным медицинским центром, его выкупил. Поэтому я пока не очень понимаю, как мы физически сможем действительно обеспечить всех возможность уходить в бассейн. Это когда будет? Это будет в 8 утра, когда должны учебные уроки начинаться? Это вот как с питанием было. То есть всех раздербанили, там, по времени развели, там, ты на первой переменеешь, ты на второй переменеешь. А сейчас у нас еще и бассейн добавится, то есть мы теперь еще будем выезжать в бассейн дополнительно. Нет, конечно, как бы перспектива возможности, что если это будет, то очень хорошо. Опять же, если районы задеть, в районах у нас вообще как бы с бассейнами все очень печально. Ну, только в летний период открытые водоемы, пожалуйста. Ну, наверное, да. Поэтому говорить о том, что все вдруг у нас заплавают, наверное, очень рано. Слушайте, такая идея родилась. Ну, так или иначе, сейчас ведь многие родители своих детей и дошколят, и школьников водят в какие-то бассейны и оплачивают эти собственные услуги. Может быть, какую-то компенсацию на уровне области предусмотреть в качестве идей? Ну, наверное, да. Наверное, в качестве идей это будет неплохо, хорошо. Небольшая какая-то субсидия, да, на эти вещи? Ну, наверное, неплохо. Ну, мы не можем добиться до сих пор бесплатного проезда в общественном транспорте. В принципе, все пользуются, ну, большинство пользуются. Дети ездят, в том числе в кружки ездят. Мы пока не можем никак эту махину сдвинуть, потому что, ну, как бы дорого, денег надо много. Ну, хотя ведь понятно, что эти деньги будут в наш же транспорт вкладываться, потому что они же там не в пустоту куда-то пойдут. Поэтому с бассейном, ну, да, идея интересная. Как минимум, вопрос финансовой стороны мы со своей стороны попробуем предложить. Давайте еще про судьбу, про перспективы детского мира на улице Комсомольской поговорим. Тут активно мы обсуждаем. Не то, что в последнее время, а в последние годы. Позиция ваших коллег по ОДПР, она известна. Тот же депутат городской думы Денис Ерохин уже много лет говорит о том, что там нужно предусмотреть какие-то кружки, да, то есть дополнительное образование организовывать. Вот на днях тоже новость появилась о том, что некий даже дом молодежи может появиться в нынешнем пока еще детском мире на Комсомольской 15. Вам как видение, вы как видите дальнейшую судьбу этого здания. Тут с Аленой Чесноковой, да, мы общались по телефону на прошлой неделе. Она говорила о том, что, ну, крайне, конечно, не хватает в этом микрорайоне каких-то вот детских дополнительных учреждений. В общем-то, было бы неплохо, при условии, что это бы все на бюджетной основе было, то есть не платить за это. Ну, я, наверное, поддержу данную ситуацию, когда мы говорим все-таки про детский мир как магазин, который там, не знаю, ходит, не ходит, вообще как бы работает, не работает, либо все-таки как бы место, куда сможет в том числе микрорайон Чистые Пруты прийти и заниматься доп. образованием детей. Но Дом молодежи, я все-таки как бы рассматриваю, что все-таки это не доп. образование детей, это там невозможность кружков и секций. Это все-таки какая-то история, где молодежь, это уже старше 14 лет, начинает как бы заниматься какими-то своими. Да, наверное, тоже необходимо сесть, но у нас есть дворец молодежи, который у нас находится. Молодежное пространство для встреч, общения и работы. Вот что такое Дом молодежи? Ну, это не занятие, да. Ну, это не заводит, это какой-то коворкинг. Нет, я все-таки, наверное, рассматривала бы в данной ситуации, так как у нас глобальная нехватка места вот как раз для детей Чистых Прудов, это именно как бы доп. образование, как вот у нас там лабиринт есть, может быть, даже музыкальную школу там, да, рассмотреть, потому что точка-то хорошая, как бы вот место здесь, этого микрорайона. По поводу дома молодежи. У нас есть дворец молодежи, который находится в аварийном состоянии. Который сейчас у нас ремонтируется или не ремонтируется? Нет, не ремонтируется, пока там поезда делают и так далее. То есть много раз подходы были, и вот я сейчас, когда готовилась к эфирус, посмотрела, что как бы и новый губернатор уже говорил, что надо восстановить, как бы и предыдущая власть говорила, что будем делать и так далее. Но там нужно много денег, чтобы, опять же, все поставить, чтобы все скорее снести и возобновить, как бы, да. Поэтому, может быть, нам все-таки к этому стремиться и какие-то федеральные ресурсы здесь искать, нежели вот как бы дом молодежи, для как пространство для молодежи делать на Комсомольске. Опять же, как бы речь идет про городских детей, потому что, ну, как бы это городское учреждение, то есть, соответственно, это будет как бы для детей города. Поэтому, наверное, все-таки я за доп. образование, как мы говорили про Дзержинского, что мы там закрываем. Поэтому здесь бы я все-таки рассмотрела как бы возможность открытия различных кружков и секций, в том числе на бесплатной основе, потому что это как раз будет сертификат, как дети все ходят, да, и так как бы занимаются либо очень недорого, либо бесплатно. Поэтому, ну, опять же, если смотреть в преддверии юбилея города 650-летия, то такое знаковое место, как Детский мир, да. Ну, наверное, под названием хотя бы Детский мир надо было оставить. Ну, как вариант, да, конечно, да, идея не лишенная обоснованности, да. Пару минут у нас остается. Увидел у вас на странице в соцсети о том, что готовятся изменения, во-первых, в правила предоставления регионального материнского капитала и инициатива об увеличении субсидий на оплату коммунальных услуг. Если коротко, Ольга, о чем речь? Коммунальные услуги, это было наше предложение федеральное, как бы партийное, чтобы была возможность, те люди, которые получают льготы, могли просто так же точно, например, на госуслугах нажать кнопку «Подать заявление», и потом не нужно было нести кучу бумаг. А межведомственно все это проверялось, и там кому возможно, кому невозможно предоставляли. По поводу маткапитала, там идут как раз поправки, которые, ну, не лишены смысла, потому что там сейчас есть возможность только получить этот денежный, ну, этот региональный маткапитал детям, которые там до года были усыновлены, до двух лет были, как бы, обратились непосредственно. Сейчас это все, границы расширяются, и добавляется, кстати, еще хороший момент, что можно будет деньги взамен, вот если человек, многодетная семья имеет право на землю, она ее не берет, берет деньгами, то можно будет тратить деньги на ремонт. А до этого было нельзя. На ремонт, собственно, там помещение, да, там помещение и так далее. То есть до этого там ипотека была, покупка садового домика, а сейчас вот можно будет делать ремонт. Поэтому, в принципе, как бы такое расширение, увеличение, как бы, в принципе, интересное. Ну, я напомню, что региональный материнский капитал, там сумма небольшая у нас. 130 тысяч рублей, если ты не берешь земельный участок, а, как бы, берешь деньги взамен земли. На этом завершаем нашу беседу. Спасибо, Ольга Тарыкина, депутат Закособрания Кировской области. Всего доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова